Доброго вам времени суток дорогие друзья, с вами говорит гроссмистр Алексей Ермолинский. Матч на первенстве мира среди женщин начался, 12 партий, первая половина в Шанхае, вторая половина в Владивостоке. Участница, чемпионка мира Зо Винзюни, которая кстати защитила свой титул, это редко кому удавалось, в последнем турнире по олимпийской системе. И новая претендентка, российская шахматистка Александра Горячкина, которая неожиданна для многих, хотя не для всех, будучи самой слабейшей по рейтингу, сумела довольно уверенно, я бы сказал очень уверенно, выиграть турнир претенденток. Ну вот и началось, 12 партий у нас впереди, пока сыграно 2, 2 ничьи. Ну что, можно употребить конечно клише такое, разведка боем, ну действительно, бой был может быть не очень жаркий, зато затяжной, 97 ходов сделали шахматистки в первой партии. Мне кажется, что это была главная задача Александра, она хотела показать, что я приехал обороться и буду сидеть и двигать фигуры до конца. Ну, трудно конечно сказать, кто тут физически сильнее, я думаю, что обе соперницы достойны друг другу, они молодые обе, отлично выглядят, я думаю, в прекрасной физической форме. Ну, еще вам хочу сказать заранее, 12 ничьих в этом матче не будет, не нужно говорить про то, что вот Карлсон Карлана, опять значит матч на первенство мира, опять до Рапида с Бритцем будут тянуть, ничего этого близко не будет. Будут результативные партии, много, просто нужно спасти с терпением. Ну что ж, давайте посмотрим, что было, было-то у нас каталонское начало, только в неожиданном порядке ходов. Значит, Александр играл белыми, вроде так все началось, ну что, ферзевый гамбит у нас, отказанный, классика жанра, ну что, слон G5, слон F4, где подготовка? Тренеры серьезные, кого я там видел на фотографиях, Сергей Рублевский, конечно, Константин Ланда и Евгений Найер, ну знатоки, такие, что просто, ну вообще не знаю, есть ли какой-нибудь дебют, который, вот чтобы все, все трое ни один из них не знал. Ну правда у китайских товарищей тоже есть, есть опытные тренеры, с многими из них я играл тогда, когда они были практические шахматисты. В Китае, мне кажется, что сохраняют всегда лучших только, а как только время ваше проходит, ну будьте добры на тренерскую работу или еще куда подальше, ну, как говорится, им решать. Вот, вот что было приготовлено российскими тренерами, прошу прощения, неожиданный переход из ферзевого гамбита в каталон. Раньше так не играли, считалось, что конь на С3 не должен выходить очень рано в каталоне, потому что там чего-то, пешка на С4 теряется. Ну, в наше время часто без этой пешки играют, причем не то, чтобы прямолинейно там атакуют потом Е4, Е5. Ну вот сделано было там пару ходов, забрали эту пешку, но в общем-то здесь Е4 не было сыграно. Немножко это старомодно сыграть так Е4, Е5 и пытаться замотовать. Ну, может быть, слон не там стоит на Ж2, правда ему против этой пешки стоять-то негде, на Д3-то не выйдешь. Такие что славянские гамбит такое, но в каталонском изображении за белых обычно заканчивается плохой позиции. Черные потом сначала они пешку защитят на С4, а потом подорвут еще ходом С5, и у белых чаще всего все разваливается. Да нет, конечно, дело не в этом, далеко не в этом. Ну, ход конь Е5 был сделан, это теоретический ход, разумеется. Но опять же, в этом нет ничего нового. Черные это что считают? Я возьму на С4 из принципа, поскольку слон на С4 взять не может, значит, белые будут тратить темпы, ходить какими-то фигурами. Или они там ферзем бродят с А4 на С4 на С2, еще куда-то. Или вот как здесь конем. А раз конем ушли, ну, С5. Ну, сейчас вы скажете, ну, Алексей Владиславович, вы тут нам рассказываете, ход С5, конечно, теоретический, но вообще-то все играют конь С6. Ну, так-то, может, оно и так, но чаще всего это говорим мы о позициях, где белые рокировались с короткую сторону, а конь еще стоит на Б1. А может быть, конь же стоит на С3, а еще не рокировались. Там вот в чем дело, была партия между Каруаной и Накамурой, и с тех пор, ну, там по-другому совершенно играл. Играл Фабиано, он в длинную сторону рокировался, понимаете? То есть все вот это вот было, да, сюда. Вот С5, даже не хочет этой лишней пешки. Вы посмотрите партии, там странная такая игра, тягучая такая, какая-то. Ну, вот в современном стиле вот эти разноцветные стваны, они раньше таких поэций избегали, поскольку трудно их оценить и играть как-то их, ну, тяжело, что ли. Ну, вот сейчас очень усилилось понимание от подобных позиций. И вот пешка эта на С4 ограничивала черного свона, непонятно. Хикару мучился, и, в общем, трудная для него была партия. В итоге он ее проиграл. Я, конечно, не могу сказать, что ход конь С6 опровергли, но я думаю, что в этом направлении работала, ну, может, не вся российская шахматная школа, но те ресурсы, которые были выделены на подготовку Александра Горячкина. А тут С5. Ну, С5, если вот белые бы рекровали, если конь стоял бы на Б1, так никто не стал бы играть, поскольку после ДЦ ферзь бы на Д1. Единственная проблема белых, что им нужно бить этого ферзя, да? По правилам вы обязаны его бить. Ну, королем, конечно, понятное дело. Вот если бы ладьей взять, все было бы идеально. В таких позициях, в общем, белым-то много не нужно ничего. Им бы только фигурки развить. Ну, и что-нибудь подменять, оставить черных с этой вечной проблемой. С ванена С8. А там как-нибудь срастется. Поставим ладьи на открытой линии. Ну, там, в общем, ничего особо придумывать не надо. Но вот здесь приходится, понимаете, приходится. Тут ушли фигуры на первый ряд. Рокировка. А черные играют конь С6. Ну, в том же ключе. Позиция черных уже скомпрометирована. Поскольку слона С8 нормальными методами вывести невозможно. Поэтому такая логика, ну, скажем, как сказать, чуть ли не висельника. Ну, теперь мне терять нечего, короче, все равно. Ну, бери на С6, бери, что хочешь. На С4 бери, но две-то сразу не возьмешь. В этом идея. Правильный ход, конечно. Вот был ход конь Д5 сделан Майклом Адамсом. Я Микки очень уважаю. С ним много играл. Ну, и вообще как-то, ну, все-таки шахматист, что ли, поближе к моему поколению. И много мы с ним встречались. Но, тем не менее, вот пойти на такую позицию, на которую он пошел, черными. Ну, нужно очень много терпения иметь. В принципе, эта радость по поводу сдвоенных пешек и заливанных пешек белых, она очень быстро улетучится. Когда поймете, что развиться-то, наверное, не получится. Да и линию Д оспорить не получится. Вот, скажем, такой ход. Ну, куда-нибудь там. Ушли, например, так. Вот всегда типовой прием. Это вроде бы сдвоенные пешки, но они помогают ладье бороться за открытую линию. Ну, заняв такой вот укрепрайон на Д4, ну, пожалуйста, бейте, раздваивайте пешки. Совсем печально будет. В общем, я не знаю, он как-то сделал ничьё Адамс, но это нужно Адамсом быть. В общем, Зюка Винзюн, конечно, такого не хотела. Пошла конь С6, я думаю, правильно. Ну, вот Слон бьет С6. Ну, вот, наверное, вопросы есть, почему отдавать Слона. Ну, вот, дело в том, что если просто эту пешку скушать и считать, что это заслуженная награда за мою сильную игру в дебюте, то вот возникает вопрос, а как вообще развиваться? Ведь нужно ходить Слон Е3, правильно? Да-да, пешка на Б2. А чёрные сейчас Е5 пойдут, Слон этот выйдет, бывший плохой Слон. В общем, в реальности, я думаю, Белых здесь ничего нет и быть не может. Ну, может быть, вообще всё нужно было отклонить и взять Комбьет С4. Всё-таки в этой позиции чёрным ещё нужно эту проблему Слона С8 решать. Я думаю, что Конь Д5 ход нормальный, но здесь тоже можно подойти этим Конём на Е3. Ну, я не знаю, как-то вот это играть. Это всё играл Аниш Гири. Что-то я уже позабыл, кто его противник был. Там все сильные шахматисты, этот вариант. Это всё очень... Всё это очень современно. И вот Слон уходит на Б6. Ну, чёрные говорят, ну что, хочешь разменять Слонов, ну тогда, пожалуйста, исправьте-ка мне пешечную структуру. Аниш сказал, ладно, исправлю. Ну, вот здесь... Не знаю, вот этот ход Комбьет С6, который Саша сделал, мне он не нравится. Он играет на руку чёрному. Всё-таки Слон как-то выходит. И вообще, чёрным, мне кажется, что пешка на С4 лучше эту пешку сохранить, чем пешку на С6. Пешка на С6 может ещё оказаться отсталой. А на С4 она, хоть вы увидите потом в партии, она была как-то заблокирована, но всё равно она стояла очень активно. Наверное, всё-таки нужно было сыграть Конь С3, сюда, ну, какой-то А4 ход. И, ну, где-то вот так вот забрать, пойти, я не знаю, Конь Е4. Ну, я не знаю, чтобы на С6 можно было в А1 пойти. Я думаю, что у белых всё-таки получше. Ну, посмотрим, посмотрим. Может, мы всё это ещё и увидим. Особенно было так, и надо сказать, что преимущество испарилось. Ну, здесь было сделано огромное количество ходов. Ну, мне кажется, я, конечно, гадать не могу вообще. Я вообще не в Шанхае, я дома. Хотел бы я там быть, покомментировать, но вот, к сожалению, не прогласили. Ну, вот, но из дома не то, чтобы мне виднее, мне вообще-то ничего не видно. Ну, мне так кажется, что главная задача Александра была посидеть за доской и противницу там подержать. И показать, что я настроен очень серьёзно. Ну, вот и началось. Принцип, изю пошла и в 5, может быть, и не надо было, но вот как-то так получилось, что все эти пешки вышли на белые поля. И действительно, белые начинают как-то маневрировать. Этот ход меня удивил. Я думал, что, наверное, всё-таки надо было ладей разменять. К этому всё потом и пришло, но это уже было решать белым. И когда возникла вот такая позиция, я думаю, что здесь Александра, ну, может быть, потому что первая партия, всё-таки она решила стратегию надёжности и ушла королём на Д2. Вот этот ход, мне кажется, был более интересный. Тут белые уже ладей-то менять не хотят. По крайней мере, ну, в общем и целом, скажем так. Если конкретная ситуация, конечно, разменяю, этот чёрный чуть не цукцванг здесь. На Аш-5, понимаете, надо защищать. На Б5 тоже. Слон должен стоять на Е8. Его тоже надо защищать. А ладьёй-то куда пойти? Ну, единственное, наверное, на Е5. Ну, тогда шах. Теперь король туда не выходит. Король назад, может, сюда пойти. Ну, в общем, такого рода мучения и переживания здесь хуже, здесь нет равенства. Они решаются обычно простым способом. Узел этот разрубают Гордиев. Ну, ладно, потерял пешку. Ну, что делать? Отдали на Аш-5. Спасаться владея на Мэшпле. Ну, вы что-то противница очень квалифицирована. И обе понимали, что, видимо, к этому дело и придёт. Выиграть здесь было бы очень тяжело. Я не знаю даже, возможно или нет. Всё вот это вот преимущество этих аккуратных пешечек, которые сидели дома, не ослаблялись. Ну, владея на Мэшпле против владея нет сильных пешек. Они все теряются. Сильные, слабые. Обжорный ряд. Вот так вот. Поэтому здесь чёрные, конечно, и владея Д3, владея Б3. Ну, в общем, я думаю, что ничья по большому счёту. Может, Александр этого не хотел. Хотя можно было и проверить соперницы. Готовы ли там пойти владея на Мэшпле без пешки. А здесь пошло-поехало дальше. Ну, здесь, ну, вроде бы, можно было куда-то вот так вот зайти. Но вот этот слон на Ж4, вы знаете, он активный. Всё-таки в какой-то степени он коня тоже нейтрализует. Он пришёл конь на Ашпять взять. Но здесь же владея Д2Ш. Тоже надо сторожить это поле. В общем, наверное, здесь ничего не получается. Ну, вот интересный был такой здесь момент. Я хотел вот к нему прийти. Вот здесь, да. Разменялись эти владеи. И это уже 67-й ход. Долго они маневрировали. Вот пришёл конь на Ц3. Теперь слон сюда. Ну, кажется, всё. Чёрные практически попались уже. С воном они отходить не могут. Вот, пешку потеряют. Король у них на Д5 не может выйти, естественно. Значит, придётся скоро отступать. Белый король двинется вперёд. Ну, и прямо просится в книжку там для шахматистов второго разряда. Преимущество хорошего коня над плохим слоном. Ну, вот, да. Так и было сыграно. Вот сюда треугольничком. А чёрные, однако, пошли на Ц5. Не на Е5, конечно. Зю шахматистка очень сильная. Здесь бы чёрные точно попали. Здесь уже ходов нет. Белый король. Ну, можно потом на Д4 пойти и забрать там на А4 и так далее. Ну, в общем, там выиграно уже как угодно здесь. Но после король Ц5 далеко не так. Дело в том, что в этой позиции, если белый король начинает двигаться в известном направлении, пешки Аш5, то чёрные контратакуют. Что получается в таких окончаниях? Вот в этом силу продвинутых пешек. У чёрных все пешки, ну, на пятой, на пятой линии, а это ещё на четвёртой вышло. Уже перешла на половину поля противника. Поэтому, если что начнётся, какой-то бег на перегонки, то чёрные, безусловно, его выиграют. У них и фигура, оставшаяся для этого более подходящая. Слон, а не конь. В общем, белым... Я когда-то давно вот так же возил, была у меня партия против Рафика Вагоняна. И тоже мне казалось, вот сейчас я его выловлю с этим плохим слоном на какой-то цукцванг. В итоге я дорвался на прорыв, но там было посложнее, чем здесь. И закончил дело плохим ферзовым меншпилем, который я ещё и проиграл. Иногда бывает, убаюкиваешь сам себя. Но вот противник ничего не может сделать. Ни одной угрозы Зу Минзю не могла создать, ну, практически за всю партию. Но, тем не менее, нужно проявлять бдительность. И Александра его проявила. То есть вот она маневрировала, сюда пошла, все эти ходы. Здесь тоже кажется, ну, теперь-то давай уже королём вперёд. Не уверен я в этом. Далеко я в этом не уверен. Ну, хорошо, дальше-то что? Ну, совсем уже идти королём в обход. Но чёрный там, чёрный тоже, наверное, двинутся. Король Д4 и вперёд. А если пытаться коня привести, чтобы дать шаг с Е6, вообще, как такие бойцы выигрываются? В какой-то момент находится шаг чёрному королю, чтобы его оттеснить. Вот я пошёл конь Е6, вот ушли назад. Теперь королём на Д4. Вот так вот. Потом ещё конём поманеврирую. Может, ещё какой-нибудь шаг найду. Ну, постепенный процесс. Но конём с А2 на Е6 никто ещё не научился прыгать. Даже в 21 веке. А так, ну, скажем, если конь С3, то Б4. Ну, знакомо всё. А если пойти конь Б4, ну, чёрный не побрезгивает, С3 пойдёт. Ну, здесь... Ну, мне кажется, что здесь вообще ничья. Но, честно говоря, всё это можно было проверить, да? Ну, чёрный, очевидно, что пойдёт королём к этой пешке. Значит, надо взять, забрать на А5. Ну, интуитивно, мне кажется, здесь ничья, что чёрный успеет вернуться королём. Ну, хотя... Вообще, проверить надо было бы. Но Александра решила, нет. То есть, вместо этого она сделала ещё 20 ходиков на месте. И противницы в 97 ходу согласились на ничью. Ну, задачу спортивную Александра выполнила. И свою задачу Зуинзюнь тоже выполнила. Показала, что, в общем-то, её просто так не возьмёшь. Защищалась довольно уверенно. Позиция, конечно, откровенно говоря, неприятная. Никому не нравится бессмысленно ходить своном зад-вперёд, когда противник выбирает, с какой стороны подойти конём. Ну, вот так вот. Вторая партия очень быстрая, поскольку видео все эти должны быть короткие. Мне всё время говорят все, почему ты так долго распространяешься. А мне поговорить с вами хочется. Вы же любители шахмат, мои коллеги, соратники. Ну, вот так вот, значит, не знаю, 97 ходов повлияли или что, или прощупывание какой-то почвы. Ну, в общем, Е4 пошла Зю. Неожиданно. Вообще-то Д4 ход чаще всего. Ну, ответ последовал в родной берлинский вариант, который был отклонён ходом ладья Е1. И вот этот ход ладья Е2, такой немножко необычный, который делал Максим Вашхилограф. Я не знаю, честно говоря, как на него реагировать, но, может быть, по-нормальному конь Ф5, С3, Д5. Б6 какой-то ход делают. Саша-то пошла конь С4. Ну, в принципе, коня хочется убрать, чтобы пешку Д двинуть, но очень как-то этот конь оказался всё-таки вдали. И вы знаете, что я вам скажу? Позиция вообще, мне кажется, непростая была для чёрных. Но вот здесь, когда Горячкин стал искать разменов, может быть, всё-таки сказалось то, что её противница должна была просидеть все эти 97 ходов за доской предыдущего день. Потому что за здравие это было сыграно на Ф3, а потом почему-то какой-то размен на Ж5 и Ферзь С1 какой-то заупокой начался. Ну, в общем, белые свернули на ничью. Вообще-то надо было двигать вперёд, пока конь на Б6 стоит. Ну, что тут стесняться? Я думаю, чёрным лучше взять на С1, а то иначе белые ещё и Ф4 пойдут. Ф4-то сразу я не пошёл, я не хотел поле Е4 давать. Сначала хочу этого слона вытеснить, пускай он на Д7 пойдёт, а потом уже двигать вперёд. Ну, в общем, чёрные возьмут, конечно, но ещё чёрные не уравняли, белые будут продолжать двигаться. Они уже сдвоицы готовы, там, пешка может пойти вперёд. Надо, можно белыми играть. Ну, как говорится, стратегия, стратегия, это целый матч. Будем смотреть. Значит, спасибо вам за внимание, был с вами Алексей Ирмалинский, рассказывать я вам буду, ну, каждый раз после двух партий, что там происходит. Ну, до следующей встречи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова